Приветствую вас! Вы знаете, я бы хотел задать вопрос вам, как это не странно звучит. Я бы хотел спросить у вас, чего вы хотите от нас, от психологов конкретно. То есть, вот вы задали свой вопрос, да, вы говорите, что я запуталась и не знаю, чего хочу в этой жизни. Но если вы запутались, именно, если вы именно запутались, да, вот, то, получается, был некий, скажем так, фундамент для того, чтобы вы запутались. То есть, было некое основание для того, чтобы вы запутались. Иными словами, вы запутались не на ровном месте, а для этого были определенные предпосылки. Вот. То есть, были какие-то аспекты, были какие-то моменты, в результате которых вы запутались. То есть, у вас есть какие-то желания, у вас есть какие-то потребности, например, которые взаимоисключают друг друга, вы не знаете, где правда, а где нет. Что правда, а что нет. Вот. Если это так, действительно так, то в этом вам можно помочь. Можно определить, где ваши желания, а где нет. Но для этого нужно провести анализ того, что, собственно, с вами происходит. Для этого нужно провести анализ того, как вы взаимодействуете у себя в голове, сами с собой. Вот. И как вы взаимодействуете с родителями. Вот. Я более чем уверен, что ваши родители, скорее всего, склонны к тому, чтобы вас, ну, если не подавлять, то как минимум, как минимум, наверное, они вас принуждают, вот, ну, каким-то действиям, вот, которые не всегда являются чем-то хорошим для вас. Это связывается тем, что вы хоть хотите. Вот. И вы не можете им сказать нет. Вот. То есть получается, что основная проблема заключается в том, что вы просто-напросто не можете сказать нет своим родителям. То есть это, вот, отсутствие личных границ, непростроенность личных границ. Вот. Понимаете? Какая история. И это очень редко бывает случайно, на самом деле. Очень редко это бывает случайно. Как правило, как правило, для этого есть, собственно, основания. То есть вот это есть основания для подобного рода, скажем так, проблем. Вот. И естественно, что, значит, вы свои желания знаете, знаете, чего вы хотите. просто в данном случае, в данном случае, такое допутанное состояние, как у вас, да, оно вам, ну, скажем так, полезно. Вот. То есть это состояние такое, знаете, жертву, которая ни за что не отвечает. Вот вы подумайте, какую выгоду вы получаете от этого, от своего состояния, ну, которое у вас есть. Ведь, очевидно же, наверное, да, что какую-то выгоду вы получаете. Это... 100%. Вот. Вопрос только в том, да, какую именно выгоду вы получаете. То есть что по итогу, что по итогу вы получаете такого, что, например, не получили бы в случае, если бы, ну, вот, в случае, если бы не делали, ага, значит, того, что, значит, делаете сейчас. Вот. То есть вот подумайте на эту тему. Вот. Ну и в психологии, да, вот такая позиция, она, конечно же, является деструктивной, да, и, как правило, работа проводится именно с чувствами. Вот. То есть нужно работать с вашими чувствами для, значит, для того, чтобы вы учились их правильно идентифицировать, вот, свои чувства. Это вот такая очень важная история, если мы хотим действительно реально вам помочь. Это именно такая вот история. Я допускаю, допускаю этот факт, что, возможно, возможно, как бы вы хотели бы чего-то другого, но, тем не менее. Вот. И смотрите, вы же вот даже нам, да, вы не задаёте вопрос. Никакой. То есть вы и нам вопрос даже не задаёте. Вот. А это, как бы, говорит о том, что вы не намерены что-либо менять, возможно. Ну, вот. Прямо сейчас. Вот. То есть, ну, допустим, допустим, да, вы не знаете, чего вы хотите. Вот. Допустим. А, ну, да, всё. Бывает. Да, бывает. Такое, действительно, бывает, что человек, ну, не знает, чего он хочет. Вот. Допустим. Допустим, это так. А-а-а, но... Вы же написали? Сюда. Вот. А, как бы, ну, психологом вы же написали, да? А-а-а, значит, вы, как минимум, ожидаете чего-то, да, от нас? Вот. Если вы чего-то ожидаете, скажите об этом. Скажите, чего вы ожидаете. Скажите, а-а-а, что мы можем сделать-то для вас. Вот. Например, разобраться в себе, услышать, услышать, допустим, из себя, да, научиться научиться там, грубо говоря, правильно реализовывать свои желания и так далее. Ну, вот. Понимаете? А-а-а, значит... По сути, у вас идёт, а-а-а, не социализация сейчас. Да? Вот. То есть, э-э, не свобода. Я не очень, э-э, понимаю, не очень понимаю, почему, э-э, и как у вас сложилась вот эта история, которую вы описываете, да? То есть, усталость, э-э, значит, усталость, апатия, депрессия, вот, усталость связана с внутренним напряжением, а-а, которое у вас есть, да? То есть, то есть, ну, постоянная борьба, например, внутренне идёт у вас, э-э, допустим. Вот. А-а, депрессия, это, соответственно, подавление своих желаний, опять же. Вот. Апатия, это, с одной стороны, нежелание делать того, что делать, в принципе, нужно, в силу ряда причин. Вот. А с другой стороны, это, опять же, опять же, как бы, как бы, ну, та же защита. Вот. Это та же защита. То есть, э-э, это защита от, э-э, неудовлетворённости. То есть, если бы вы, э-э, например, и, например, если бы, если бы вы, э-э, не чувствовали апатию, то вы бы, наверное, имели бы очень сильные переживания, э-э-э, связанные с, э-э, ну, с реализацией, с реализацией своих желаний. Вот. И, э-э, апатия вас от этого защищает. Вот. Так что, в данном случае, апатия, это является, скорее, э-э, симптомом, э-э, основной проблемы, но никак не, э-э, первой причиной. Вот. Что касается депрессии, то, помимо того, что депрессия – это подавление своих желаний, да, помимо этого, я бы сказал ещё, что, э-э, депрессия – это болезнь. Вот. И если у вас действительно есть депрессия, то вам, э-э, имеет смысл обратиться ко врачу за помощью. Вот. Обратиться к врачу за помощью, э-э, чтобы, соответственно, э-э, вам назначено наше лечение. Вот. То, допустим, оно назначено медикаментозное лечение, а психотерапевтическое лечение обеспечим вам, допустим, смысл. Вот. Это было бы, ну, так и знаете, э-э, самым оптимальным вариантом для, ну, для вас это было бы самым оптимальным вариантом. Вот. Ну, опять же, я не знаю, э-э, готовы ли вы к этому или нет. Вот. То есть, э-э, в целом, если вы привыкли подавлять свои чувства, да, то, э-э, вы не так быстро, э-э, избавитесь от этого, вот. Это модель поведения вас отпустят. Вот. Я рекомендую вам, э-э, во-первых, значит, э-э, давайте начнём мы с вами, наверное, с книги, книги, да, быстро быть книга. Э-э, прочтите книгу, э-э, практикум по ги-гистальт, э-э, значит, терапии, э-э, Федрика Первого. Э-э, вот. Пусть это будет, э-э, книга для начала. Вот. Книгу можно найти в интернете. Вот. Э-э, прочтите её, обязательно сделайте упражнения, которые, э-э, данные, э-э, в книге, э-э, ну, в этой книге. Вот. Обязательно. Обязательно сделайте упражнения, которые, в данной книге. Вот. Ну и после этого, ага, вот, если вы будете честны, все честны и все упражнения, которые, в книге, данные, э-э, сделаете, вот. То, соответственно, я думаю, что ваше, ваше эмоциональное состояние, э-э, изменится, немножко. Вот. И вы уже сможете, э-э, лучше ориентироваться в, э-э, ну, в себе, в э-э, в своих чувствах, в своих эмоциях и, возможно, даже в желаниях. Но только, ещё раз, э-э, хотел бы, чтобы вы обязательно, э-э, понимали, да, что, э-э, упражнения, которые даются эти, их нужно сделать обязательно. То есть, не брать, а, не спешая, но обязательно. Если вы будете их делать, то, соответственно, будут, не будет результата. Да. Вот. То есть, значит, поделать упражнения, которые есть в книге, соответственно, просить книгу поделать упражнения, вот, а после, ну, индивидуальная консультация, вот, для работы с вами. Вот. И это, вот так, э-э, мне так видится, э-э, выход, выход из данной ситуации. Вот. Конечно, конечно, э-э, я полагаю, что вам нужна поддержка, вот, но всё-таки вы по какой-то причине не имеете друзей, вот, возможно, у вас проблемы с общением, вот, это, э-э, всё корректируется, если это, э-э, открывается, вот, я думаю, что для начала вам было бы легче всего вспомнить, э-э, что у вас, э-э, ну, вообще, что у вас лучше всего, легче всего, э-э, получше, получалось, ну, вообще, по жизни. Вот, что у вас легче всего получалось, лучше всего, э-э, что вам, что вам именно нравилось, вот, э-э, ну, то есть, от чего вы получали удовольствие именно, именно в процессе, как бы. Вот. Вот это, э-э, было бы очень неплохим, тоже, началом, э-э, для, может, ну, формирования, э-э, своей, на счёт, позиции. Вот. Вот, соответственно, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Э-э, на этом всё. Надеюсь, что помог вам, а если у вас остались, э-э, дополнительные вопросы, вы можете, э-э, написать мне в личку, я буду рад, э-э, помочь вам. Э-э, если вам понравился, э-э, мой ответ, э-э, буду благодарен. Если, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи ! Удачи !